привет всем меня зовут аня я рада видеть вас на своем канале вязание со мной рада видеть вас еще и саша всем привет очень-очень рады и видеть вас в каком-то там уже выпуске нашего тресс номер треса нет так и пойдешь туда в третьем выпуске мы мы прямо сегодня мне кажется даем стране угля по выпускам огня и огня и угля и всего короче в этот раз мы отвечаем на вопрос второй вопрос был насти на день шоу так сейчас так мы все-таки уберем вязание да потому что немножко отвлекаемся, и получается, что мы бяжем, а не с вами болтаем. Значит, влияние, это практически сейчас диссертацию мы с вами напишем, влияние большого объёма контента в соцсетях на восприятие чужого творчества. Если вдруг какие-то музыкальные сопровождения, то это ребёнок у нас там скачет, поэтому... Это не наш ребёнок, это её ребёнок. Спасибо за уточнение. У нас совместных детей пока нет. Спасибо за уточнение, пока, ключевое слово. Влияние... О, ещё нам писали. Влияние большого объёма контента в соцсетях на восприятие чужого творчества. Да. Так, ну что, ты готова, Илья? Кто, Илья, первый? Да, я готова. Как пионер. Ну, давай тогда. Искажает. Всё, спасибо за внимание. Мы прощаемся, пока. Нет, ну, смотри, я думаю, что если ты... Ну, так, давай порассуждаем. Если ты много потребляешь информации, если ты постоянно тусуешься в соцсетях и берёшь всякие там... Идейки, типа? Да, да, да. Ты можешь их не брать подсознательно, они могут у тебя... Точнее, сознательно. Подсознательно. Да, да, да. На подсознание ложиться, как бы, и всё равно потом ты, наверное, как-то из них что-то в итоге делаешь своё. Кто-то делает очень похожее на чьё-то, кто-то делает что-то своё новое, даже может быть кардинально противоположное, но вдохновившись... Переработавшись, как бы, вшись вот этой всей информацией. Да, вшись, вшись, вшись. Но, опять же, такая есть тема, что многие вообще не смотрят, например, ни... Ни видео, ни фото, чтобы не захламлять, как бы... Сознание своё. Да, да, свой ум, свою какую-то фантазию, и таким образом генерируют якобы что-то своё, как бы уникальное. Но всё равно, мне кажется, чисто вот... Без насмотренности очень сложно. Да, уникально ты ничего не сделаешь, потому что всё... Конечно. Но новое, это хорошо забытое, старое. Конечно. Сейчас уже это точно. Это 100%. Но всё равно, как бы то ни было, тренировать насмотренность надо. Это не для того, чтобы у кого-то что-то слямзить, а для того, чтобы... Ну, как сказать? Каждый человек, да, есть люди творческие, есть люди, ну, как типа исполнители, да? То есть, если творческий человек понасмотрелся, то есть, он может посмотреть на бревно и вот посмотреть, и такой, ой, это же вот, ой, ой, вот смотри, вот я смотрю на бревно, это же классный жаккард можно придумать. Какой ещё жаккард? Ну, вот смотри, видишь, это мы потом подснимем вам. Вот смотри, бревно, вот здесь вот, на этом самом. Ну... Если перерисовать схему, то можно придумать прикольный жаккард. Нет? Я могу только связать этот прикольный жаккард. Я никогда не... Вот я как раз из тех, что исполнитель. То есть, тебе надо описание, и ты тогда хорошо исполнишь его. Да, да, да. Ну, короче... Я сама из ничего, ничего не люблю. А вон там, смотри, ещё сбоку волосатик, там махеровые эти самые, вкрапления. Поэтому я считаю, что насмотренность надо тренировать. Нужно вообще понимать... Ну, опять же, да, то есть, можно же что-то придумать, которое, допустим, сейчас вообще не актуально. Ну, вот вообще никак не актуально. И, допустим, какие-то несовременные... Ну, я не знаю. То есть, понятно, что у каждого понимание современности, моды, стиля, там, это всё своё. Но, тем не менее, какие-то каноны всё равно, мне кажется, есть. Там, в определённом времени, в определённом сезоне, в определённом там ещё что-то. Вот. И, конечно, как это сказать, какие-то модные веяния, возможно, накладывают отпечаток. Ты такой думаешь, блин, я придумал там что-то такое, а оно сейчас вообще не в 10. Там, допустим, сочетание цветов, там типа модный стилист какой-нибудь пишет, там сочетание, не знаю, салатового и желтого, это там ужасный вообще моветон там с какого-то года. А ты думаешь, блин, ну почему нет? Это же ведь классно. Вот мне, например, это идет. Он влияет однозначно на смотренность и как это обилие информации влияет. Но мне кажется, вообще без нее нереально. Если ты хочешь чего-то придумывать, создавать, и чтобы, опять же, если ты, например, создаешь, знаете, как это типа, я создаю для себя и складываюсь в стол. Мне кажется, это все равно немножечко, ну такая какая-то позиция из разряда типа какая-то детская позиция. То есть если ты это выкладываешь в соцсети, это все равно значит, что ты ждешь подсознательно какого-то одобрения. А если ты еще пишешь, допустим, как визуальные какие-то блогеры, или там, не знаю, мастера, или дизайнеры, или еще что-то, делают какое-то описание, но это же все равно ты ждешь одобрения, что это станет популярным, что это будет покупать, что это там. Я думаю, что да. То есть, ну вот странно говорить, что я написал описание только для себя. Тогда я не выкладываю его никуда. Вяжи сам по нему и все. А кто так говорит? Многие так говорят. Да? Мне не нужны вообще ничего, я вот вяжу для себя. Ну то есть, когда ты вяжешь там, не знаю, сотую пару носков, носишь ее сам. У тебя носки там на каждый день, да, и на каждый случай. Вопросов нету. Но ты тогда и не... Я просто читала недавно психологическую статью, и там было написано, что век вообще социальных сетей, как бы человек тебе не рассказывал, если у него есть профиль в инстаграме, там, как это у вас называется, не лизограмм, у нас-то просто можно. Слушай, называть можно все. Короче, там инстаграм, телеграм, ну то есть все, что социальное и предполагает реакцию людей, если у тебя есть аккаунт, это значит, ты все равно подсознательно, даже если ты не хочешь себе там в этом признаваться, ты все равно зависим от мнения других людей. Да, может быть, ты там не убиваешься, если тебе поставили вместе 10 лайков, там, 2, ты не идешь там что-то с собой делать, но ты все равно можешь расстроиться, подумать, блин, это что-то не очень интересно, не очень там и так далее. И здесь это так же, как про сколько пряжи нужно для счастья, нужно себе признаться честно, да, то есть для чего вы это делаете. Если вы делаете для того, чтобы на даче помидоры полоть, это одно, да, вы можете хоть в чем угодно, да, это делать. Если вы, например, я не знаю, там, делаете одежду для похода в театр, там, с мужем, не знаю, там, с подружкой, да, это все равно другое, то есть на вас будут смотреть, возможно, вы, опять же, вы связали, если вы, я же говорю, сидите дома кофе пьете, это, возможно, вы такой интроверт и так далее, но если вы выходите, да, и еще как-то так гордо себя несете, это все равно вы, ну, хотите, чтобы вас одобрили, как-то что-то там вам сказали, возможно, какой-то комплимент. И вот в этой психологической статье было написано, что, в принципе, в век социальных сетей практически 99,9% это, ну, вот, люди, которые ждут подсознательно чего-то одобрения. Не обязательно, что это, там, близкий человек, это, может быть, вообще какая-нибудь там Зина Тютина с какого-нибудь другого вообще континента, который ты знать не знаешь, но вот она для тебя почему-то вот какой-то... В Черном Зеркале, в сериале, по-моему, в третьем сезоне была серия как раз на эту тему, я тебе скину, как раз именно эту серию, где уже, ну, якобы, якобы там будущее, да, и вот у них там в будущем все именно на социальном одобрении идет, именно через вот эти соцсети, как ты себя позиционируешь, какой балл у тебя в итоге, такой рейтинг, так сказать. А я что-то слышала, мне кто-то, по-моему, что-то рассказывал. Да, 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 очень интересно, причем интересно, что героиня главная, которая как раз изначально добивалась высокого рейтинга, в итоге под конец она получила вообще самый низкий рейтинг, и тут она наконец-то зажила. Поняла, что вообще-то это не важно. Да, вообще-то это не имеет как бы вообще никакого отношения к реальной жизни, а жить постоянно в соцсетях, ждать какого-то одобрения. У меня, кстати, случилась такая тема, я сначала очень сильно переживала, что у меня там нет, опять же, возвращаясь к тому, что было в первой серии. Ну, если не смотрели, переходите по ссылочке и смотрите. Я не делаю вот эти штуки, мне лень. Ну, короче, в инфобоксе тогда, ладно, будет ссылочка. Да, к тому, что я сначала переживала, что у меня там нет просмотра, что у меня мало подписчиков, все вот это. А потом я понимаю, я вот так вот подумала, села как-то, вечерочек у меня был свободный, я села и подумала, а оно мне вот так-то, ну, для жизни-то надо, ну, вот это вот одобрение, да, социальное. Для чего оно мне? И я понимаю, что, например, я выкладываю те же видео на YouTube, для того, чтобы просто поболтать о вязании. И чтобы я поболтала, да, потому что у меня не всегда есть с кем как бы обсудить, несмотря на то, что у меня куча народу вокруг вяжут. Но мне хочется просто там в комментариях, не знаю, поболтать. Может, кто-то там расскажет какую-то свою историю. Но, конечно, есть такое, что я там связала что-то, мне хочется показать, и чтобы люди сказали, о, круто! Я просто не понимаю, почему это считается зазорным. Не знаю! Ты же не просишь, не знаю, чтобы тебя осыпали там золотом каким-то, да? То есть, что плохого, если реально связано хорошо? Даже если человек хочет, то он, вот как я это воспринимаю, как это у меня работает. Я связала что-то классное. У меня внутри, вау! И мне хочется с миром поделиться вот этими эмоциями. Мне хочется сказать, блин, смотри, как клёк, какие носки! Да, смотри, какие клёвые! Или там пряжи, смотри, какая клёвая там, да? Да, да. Мне хочется, чтобы человек тоже, во-первых, провёл хорошо время, какие-то эмоции тоже испытал позитивные. Узнал, может, что-то новенькое. Может, узнал что-то новенькое. Может быть, он купит себе и будет тоже в таком же кайфе снова. В восторге, конечно. Да, и для меня, вот я поняла, что для меня самое важное в введении соцсетей, я не знаю, как мы добрались до этой темы, это поделиться своей радостью, поболтать об этой радости, и чтобы человек тоже был радостный и получил вот максимум позитива. Я поняла, что самое главное — это позитив. Вот самое главное. Но я согласна. Я, например, даже вот часто, как это сказать, когда влог пишу, то есть если я в плохом настроении, я камеру не беру. Не потому что мне нечего рассказать, возможно, там будут просто шкалить все просмотры, как обычно, да, негативные, в 7 раз сильнее, чем позитивные. Но сейчас и так, столько г всякого отовсюду льёт, да не только сейчас, вообще, да, куча всего, что хочется, ну, как бы, если ты уже рассказываешь, что ты хочешь что-то классное рассказать, что-то позитивное, с хорошим настроением, чтобы человек, даже если для него это, может, не полезно, не нужно, не важно, он просто подумал, ну, как это, типа, как это говорится, позитивный вайп словил, что ты не сидишь, ой, всё, плохо, а наоборот, прикольно, ну, может, мне это неинтересно, да, как цвет, конечно, вкусно. Фигня, это ваша пряжа, но я рад, что ты рад. Ну, слушай, ты вообще офиген, класс, вот ты улыбаешься вообще, я прям заряжаюсь там, это самое. У меня, например, есть даже несколько зрителей, которые мне пишут, Саша, я не вижу, я вообще ничего не понимаю, ну, мне так нравится ваше настроение, с которым вы рассказываете, типа я вот просто включаю, вообще не понимаю ничего, и там, да, женщина такая пишет, говорит, я смотрю там вас, ещё какого-то блогера, и там какой-то мужик про рыбалку. Так классно, я вообще не, мормышки, кормышки какие-то, говорит, вообще ничего не понимаю. Но мне так нравится это настроение, с которым он рассказывает, и я сижу и просто открывший рот его слушаю, поэтому, ну, это же классно, мне кажется, это и есть, как это сказать, основная, ну, в принципе, миссия блогеров, да, именно нести что-то, ну, как, может, это, конечно, постарчески сейчас будет звучать, но что-то доброе, что-то светлое, да, что вот как-то людей подбадривает, заряжает, возможно... Держит на плаву. Да, возможно, что ты пришёл такой домой, думаешь, блин, день, конечно, вообще фуфло полнейший, там, не знаю, потерял кошелёк, поссорился с чем-то, с чем-то, включил там любимого блогера, или неважно, там, блогера, не блогера, просто, и такой думаешь, ну, не так уж это и страшно, ну, как бы, все живы, все здоровы, да, там, как-то, ну, короче. Вот, мне кажется, что это очень здорово, а возвращаясь к нашему вопросу, влияет ли соцсети на ваше восприятие? А, кстати, а очень даже хорошо мы ответили, потому что, да, влияет и должно влиять, и причём должно влиять позитивно, поэтому, чтобы влияло позитивно, ищите именно тех людей, на которых вы смотрите, и они у вас отзываются. Хорошо, тепло, вы хотите улыбаться, или там, я иногда вот даже сама по себе сужу, что я смотрю блогера, да, то есть мне, возможно, его какая-то информация не столь, ну, как это сказать, типа, цена с точки зрения ценности, ну, типа, что я новое что-то узнала, или вяжет какую-то ерунду, да, ну, вот если человек умеет, вот, как это, мне дать какой-то классный посыл, что я, там, поржу вместе с ним, даже если он какую-то чушь сморозил, но это смешно, да, это смешно не потому, что он, там, глупый какой-то, там, странный, а просто, ну, вот, я поржала вместе с человеком, да, и я очень часто, допустим, смотрю таких людей, ну, вот, потому что мне просто нравится, и я не понимаю, реально, я никогда не понимаю, ну, вот, зачем смотреть то, что тебе не нравится, ну, я вообще не понимаю, зачем тратить время, это раз, да, если ты можешь в это время посмотреть кого-то классного или вообще что-нибудь, там, книжку хорошую почитать или ещё что-нибудь. И второе, то есть, если человек тебе не нравится, если человек тебе неприятен, то есть... Не тратьте время. Да, всё, крестик нажали, пошли дальше. Не нравится, не нравлюсь я, да не смотрите, не надо себе портить настроение, блин, заботитесь о себе, думайте о себе, о своём хорошем настроении, выключите вы эту Анну Паулу. Бесячая девка, вообще жесть, не могу смотреть её. Не нравится визамане, да выключите её, хихоньки да хахоньки. И, соответственно, всегда слово у меня есть, которое я очень многим бесячу. А, да, опушка-бомба, аляшка-барометр. Ну, короче, не нравится просто, даже не потому, что, типа, не нравится, не смотрите, а не нравится, берегите свои нервы, своё время и своё хорошее настроение. Найдите лучше кого-нибудь. Всего-всякого, даже не по теме вязания, а вообще по теме блинтворчества. Да, и по теме вязания. И по теме вязания. Куча новых молодых каналов, да, там молодые девчонки рассказывают у каждой свой стиль, свой голод, там, ненаговор. Да, и всё-таки разные. Абсолютно, то есть, там, хочется вам поспокойнее, включайте спокойно, хочется вам какие-то... Включайте такого. Включайте визамане. Да, да, да. А там была вторая часть вопроса? Нет, там только этот, один вопрос, да. Так, влияние большого объёма контента в соцсетях на восприятие чужого творчества. А, чужого творчества. На восприятие чужого творчества. Ну, как бы, прям чужого творчества нет, я бы сказала, потому что каждый человек по-своему уникален. А, я думаю, знаешь про что, Настя? Типа, если ты смотришь много про то, что, например, изделия ручной работы должны быть выполнены как машинное вязание, и вдруг ты смотришь, что кто-то там вяжет немножечко криво или с рядностью, то всё-таки там, типа, фу. У меня так, кстати, не... У меня точно такого нет. У меня, ну, мне кажется, вся прелесть в том, что вообще творчество, ну, не только вязание, а вообще творчество, оно настолько многогранно, что человек может, извините, из говна и палок сделать такой шедевр, что ты думаешь, ёлы-палы, вот это да. Я бы никогда не додумалась. А есть человек, который возьмёт самый шикарный инструмент, самый, там, не знаю, и сделает ну такое, вы поняли, что? Если ты думаешь, как можно было испортить такую, там, не знаю, пряжу, такой инструмент, но это не потому, что ты насмотрелся, а просто потому, что, ну, как это сказать, то есть, результат, он, ну, допустим, человек там, я не знаю, вяжет, допустим, топ, да? Взял какой-нибудь там, не знаю, итальянский шёлк, да? И вот говорит, что я связал такой топ, а ты понимаешь, что этот топ не то, чтобы на нём не сидит, то есть там, ну, вообще никак. Ты знаешь, как бывает, ты там, допустим, ты там 44 размера, а дел 40 размер, или там 56, и ты такой смотришь, думаешь, ну, вещь, конечно, ничего, но я в этой вещи, просто жесть какая-то. Ну, вот в этом плане. Ну, а с другой стороны, мне кажется, что если человек чувствует себя в этой вещи, кривой, косой, или хороший, на нём не сидит, если он себя чувствует в ней хорошо, так и замечательно. Тоже, да. Но тогда, возможно, если, понимаешь, если человек вообще не понимает, что это не очень хорошо, да, это уже как бы другой вопрос, но если человек понимает и всё равно транслирует, что мне это прям пипец, как нравится, то это уже тогда, ну, как бы, не жди, что тебя одобрят в этом плане. Понимаешь? То есть есть опять же видение. Все равно не одётся кто-то, кто одобрит. Нет, ну, это очень понятно. Я просто как раз отношу себя к той категории людей, которые там пусть криво, косо, там, не знаю, лишь бы не торчали ненужные части тела. Ну, то есть для меня, например, вот эта вот фривольность в там одежде, которую иногда там позволяют себе некоторые люди, и они не про вязальщицы, как бы конкретно, да, а вообще вязальщицы, кстати, как правило, нормально всё прикрывают. А вообще, в принципе, да, мы же не вяжем какие-то вещи жуткие, где у нас там, не знаю, сосок торчит или там ещё что-нибудь торчит. Да, для меня как бы вот это, то есть должно быть что-то, какое-то понимание приличия, да, для меня это самое главное. А поскольку в вязании прилично 99, 99 сотых всего, что вяжут, по крайней мере, у нас, да, в странах СНГ, то по мне так всё нормально. Ну, криво косо, ну, там, не знаю, не туда свернула коса, ну, ничего. Ну, по мне, по мне так ещё всё нормально. То есть у меня нет такого, что всё должно быть супер-пупер фабрично, но, опять же, есть много людей, которые как раз именно так считают, и пожалуйста. Нет, так я, мой посыл был не в том, что всё должно быть фабрично и так далее, а в том, что для каждого человека, то есть ты же всё равно знаешь, ну, грубо говоря, свой размер, свою какую-то посадку, допустим, да, там, ну, не знаю, что у тебя, грубо говоря, там, пройма начинается вот здесь, да, а не вот здесь. я к тому, что даже самая такая свободная идея, она всё равно, ну, как бы ложится на определённую какую-то базу, вот, и эта база должна быть, ну, более-менее соблюдена, а дальше, там, хоть стразы, хоть дырки, хоть ещё что-то, это уже как бы на твой взгляд, вот я больше про что. Не потому, что это мне кажется, что это криво-косо, нет, а потому что, то есть ты, ты же ведь одежду как бы одеваешь на себя, чтобы это было в первую очередь удобно, комфортно, чтобы она тебя грела, ну, и там, чтобы красиво, и так далее. А если тебе вот здесь подмышки врезалось, и ты дышать не можешь, ну, это, знаешь, как-то не преподноси, но это видно, что у тебя... А, типа скажешь, а я так и мне это нормально. Я так и задумывал вообще-то. Мне так и нормально. Как это? Опусти руки, жизнь в слуи. Не знаешь этот мультик? Короче, я кота была в школе, училась, был канал Nickelodeon, может, он и сейчас есть. И там был мультик «Жизнь в слуи», и там такой дружок смешной, и он то ли куртку одел какую-то не по погоде, то ли что, и он вот так вот стоит, и ему папа говорит, опусти руки, он говорит, я опустил. Так и тут. Вот, поэтому, да, на самом деле, на самом деле вяжите, что хотите, вот, главное, чтобы это все было вообще с добром и позитивом, мне так кажется. Остальное тоже нюанс. Да, согласна. Все? Настя, спасибо большое за второй вопрос и за третью серию нашего сериала. Сериала, да. Наш сезона. Сезон, да, у нас большой сезон, видимо, планируется. Когда стоп-пират? Да, вот, в общем, огромное вам спасибо за внимание, надеюсь, вам интересно. Ставьте пальчики вверх, если видео вам понравилось, вот, и давайте поболтаем в комментариях, потому что я и Аня, мы будем это, как это сказать, активно отвечать на ваши вопросы. Если есть что-то сказать для следующих выпусков, пишите, мы будем очень рады. Пока. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok